В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе состоялось первое заседание нового состава молодежного парламента. Предлагаю установить две должности заместителей председателя в молодежном парламенте. Видновская центральная библиотека распахнула свои двери для читателей после ремонта. Модельная библиотека отличается от обычной своим комфортом, удобством. В историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей учреждений здравоохранения с населением. Поликлиника открыта. В начале было до трех часов, а сейчас уже мне нравится до восьми часов. Первое заседание нового состава молодежного парламента прошло в Ленинском городском округе. В него вошли 15 жителей муниципалитета в возрасте от 16 до 32 лет, прошедшие конкурсный отбор. Какие вопросы обсуждали новоиспеченные парламентарии, узнал Максим Козлов. Первое заседание нового состава молодежного парламента – это, помимо прочего, и первая возможность ближе познакомиться с коллегами. В представительный орган вошли 15 жителей муниципалитета в возрасте от 16 до 32 лет, прошедшие конкурсный отбор. Заседание открыл председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Повестка у вас на руках, предлагаю ее утвердить. Кто за? Против? Воздержались? Решение принято. Единогласно был избран и председатель молодежного парламента. Им стал Никита Роговский, руководитель местного отделения молодой гвардии «Единой России». Но прежде чем приступить к работе, членам молодежного парламента вручили удостоверение их нового общественного статуса, после чего Станислав Радченко уступил место председателю вновь сформированного органа. Предлагаю установить две должности заместителей председателя в молодежном парламенте. Предлагаю две кандидатуры. Это Долтов Матвей Олегович и Усанова Мария Алексеевна. После выбора должностей в молодежном парламенте на первом заседании обсудили основные направления работы, на которых парламентарии сосредоточатся в первую очередь. Это организация серии форумов для инициативной молодежи округа и возвращение одной из добрых традиций – проведение праздника для выпускников на Советской площади. По поводу выпускного на Центральной площади, все ребята прекрасно к этому относятся. Я думаю, что мы уже начали работу по этому вопросу. В ближайшее время мы представим наши наработки Совету депутатов. По поводу форумов уже намного сложнее вопрос. Здесь требуется бюджет. Были назначены ответственные из нашего состава, которые займутся подсчетом, будут контролировать эту ситуацию и по итогу мы уже дадим ответ в социальные сети, что у нас с этим вопросом. Судя по реальным планам и целям, которые участники парламента поставили перед собой уже на первом заседании, они смогут достойно представлять интересы молодежи в Совете депутатов Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Ванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видновская Центральная библиотека открыта после ремонта и готова принимать новых читателей. В здании проведена реконструкция и переоснащение, идущие в ногу с современными информационными технологиями. Подробнее в сюжете Инги Янчук. Преобразование библиотеки в рамках национального проекта «Культура» позволило создать современное учреждение с компьютерными залами, арт-студией, зонами для проведения кружков и концертов. «Культура Ленинского городского округа поздравляют, конечно, работников библиотеки, поздравляют всех жителей нашего города, всех нас поздравляют с тем, что происходит сегодня». «Новые проекты, новые помещения, которые здесь и игры, и чтение. Теперь библиотека не так, как раньше мы приходили и просто вот выбирали книгу, да, смотрели, какой тебе нужен и так далее. То сейчас это и развитие, новые какие-то интересные интерактивные игры». Каждый отдел модельной библиотеки – это самобытное комфортное пространство. Зоны для активного времяпровождения перемежаются с зонами для учебы и чтения. Обе части оснащены интерактивным оборудованием, которое упрощает процесс обучения, а игры делает увлекательнее. «Модельная библиотека отличается от обычной своим комфортом, удобством, новой мебелью и, конечно же, новыми книгами, которые ждут читатели». В 2022 году за вклад в отечественную литературу и сохранение единого духовного пространства страны «Видное» удостоился звания «Литературный город России». Награждение проходило в Центральной библиотеке. В этом большая заслуга ее сотрудников и посетителей. «Городу Видное» именно здесь был присвоен высокий статус, высокое звание литературного города России. И это вот не случайно эту библиотеку выбрали. Она действительно прекрасная. Библиотека – сердце города, и после ремонта оно забьется с новой силой и с каждым годом будет привлекать больше новых читателей и ценителей литературы. В Историко-культурном центре прошла очередная встреча руководителей учреждения здравоохранения с населением. В ходе открытого диалога обсудили основные темы, волнующие жителей округа. Среди них – обеспечение льготными лекарствами, диспансеризация, вакцинация и фестиваль здоровья, который пройдет в субботу во Дворце спорта «Видное». Комплекс обследований, входящих в диспансеризацию, прививочная кампания, запись к узким специалистам и льготные лекарства – основные темы, с которыми обратились жители к врачам. Жительница микрорайона «Зеленая аллея» Галина Зимонина – постоянная участница встреч с представителем учреждения здравоохранения. Рассказывает, что благодаря посещению таких мероприятий ей удалось решить много вопросов. Поликлиника открыта. Вначале было до трех часов, а сейчас уже мне нравится до восьми часов. Вот, ну что еще? Вот мне хватает кабинета гинекологии. Вот хожу каждый месяц и прошу, откройте, откройте. Я живу в десятом доме, у нас очень много свободных мест. Почему там не могут, ну как, я не знаю, взять или в аренду, или как это называется? Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов рассказал о передвержном фельдшерском акушерском пункте, который начал свою работу на отдаленных территориях округа. Возможности фельдшерского акушерского пункта передвижного обширны. Там можно провести и филографическое обследование, и осмотр врачом-гинекологом, и осмотр врача-терапевта, антропометрические данные, измерение артериального давления, внутриглазного давления, забор биологического материала, проведение электрокардиограммы. В настоящее время передвижной ФАП работает в жилом комплексе усадьбы Суханова. Далее медпункт отправится в Калиновку, Буговичино и в жилой комплекс «Пригород Лесное». Полный список адресов будет опубликован в ближайшее время. Также на встрече жители были приглашены на фестиваль здоровья, который состоится в субботу, 28 октября, во дворце «Спортовидное». Приглашаем всех детей, родителей, бабушек, дедушек, вообще всех, кто живет на территории Ленинского городского округа. От терротделов будут отходить автобусы. Для желающих приехать на автобусе от терротдела, пожалуйста, созвоните со своим терротделом, уздайте время отправления автобуса до дворца «Спорта». Стоит отметить, что диалоги с медиками также прошли в территориальных отделах округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжении медицинской темы. Сегодня мы поговорим с врачом-неврологом Видновской клинической больницы Написат Томадаевой. Обсудим профилактику инсульта. Написат Муслимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о причинах возникновения инсульта. Так, ну, смотрите, к причинам возникновения инсульта можно отнести следующее. Это артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, каугулопатия, заболевания сердца, такие как пороки сердца, мерцательная аритмия. Сюда же можно еще и отнести предрасполагающие факторы, такие как курение, злоупотребление алкоголем и, соответственно, избыточный вес. В последнее время все чаще говорят, что инсульт помолодел. Так ли это и вообще с чем связана такая тенденция? Это, во-первых, то, что они питаются, чем попало, когда придется, соответственно, малоподвижный образ жизни и, соответственно, еще гаджетозависимость. Кто чаще страдает от инсульта, мужчины или женщины? И вот с чем, на ваш взгляд, связана такая избирательность? Ну, смотрите, на этот вопрос, наверное, отвечу так. Я читала несколько именно журналов и статей на эту тему, было немало написано, где выделяют определенную статистику, в которой указано, что женщины, к сожалению, страдают больше, чем мужчины. Возможно, это связано с тем, что женщины уделяют мало внимания именно лечению заболевания или же, допустим, той же профилактики инсульта. Какие симптомы указывают на инсульт у человека? Так, ну тут смотрите, это нарушение речи. Помимо того, что пациент не может говорить с трудом, он еще и может не понимать обращенную к нему речь. Сюда же можно отнести асимметрию лица, сильные головные боли, вплоть до крика, резкое снижение зрения, двоение, вот, или же, допустим, онемение конечностей или слабость. Чаще всего пациенты вот отмечают такую вот одностороннюю слабость в конечностях. Может быть, дезориентация. Пациенты часто теряются в пространстве, во времени. Резкое снижение памяти, ну и потери сознания. А как действовать окружающим, чтобы помочь человеку? Смотрите, в первую очередь нужно незамедлительно вызвать скорую помощь либо обратиться в медицинскую организацию за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя такой вот именно случай оставлять без внимания, но иначе вот это может привести к необратимым последствиям. Что посоветуете как специалист для профилактики инсульта? Ну, в первую очередь профилактика, она должна быть направлена на пропаганду здорового образа жизни и информирование населения о факторах риска, таких как, допустим, ранее я уже озвучивала. Соответственно, я бы обязательно посоветовала пациентам следить за уровнем холестерина, за сахаром крови, тщательный контроль артериального давления, бороться с лишним весом, вести здоровый образ жизни. Сюда же можно отнести как можно меньше употреблять соль. Вот. И избегайте негативных и стрессовых ситуаций. Спасибо большое за информацию. А я напомню, что сегодня мы беседовали с врачом-неврологом Видновской клинической больницей Написат Томадаевой. Министерство экологии и природопользования Московской области продолжает переводить свою работу в электронный вид. Это сделано для удобства граждан. Теперь по всем вопросам можно обратиться через портал госуслуг. Представителям Минэкологии важно мнение каждого жителя Подмосковья. Поэтому ведомство проводит опрос по поводу качества оказания услуг. Анкета размещена на портале госуслуг. Попасть на нее можно, перейдя по ссылке с официального сайта министерства. На главной странице нужно найти раздел «Мой выбор. Мое будущее» и выбрать пункт о качестве предоставляемых услугах в сфере экологии. Напомним, что для входа на портал потребуется ввести номер телефона, почту или СНИЛС, а также пароль. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова